Зима в Москву придет по расписанию. Довольно крупные хлопья в столичном регионе стали падать с неба накануне. Центры организации дорожного движения столицы еще накануне рекомендовали жителям на сегодня отказаться от использования личных автомобилей. Снежный циклон продвигается вглубь русской равнины и этот же вихрь принесет снегопады и в центральные области страны. Снежный циклон продвигается в губернаторе. Хотел бы рассказать свою личную историю, которая произошла со мной буквально 2 или 3 дня назад. Я имею привычку возвращаться с тренировки и чтобы ключ мой куда-то не пропал, так как сумка всегда со мной, я ложил ее вот сюда. И зная, как работает система, если вдруг я положу сумку с ключом и забуду его забрать. Сейчас у меня машина стоит на охране. Я подходил к багажнику, багажник у меня открывался, я клал свою сумку. И зная, что система работает следующим образом, что она рассчитывает человеческий фактор, что ключ может оказаться в багажнике. И чтобы машина не встала на охрану и не случилась такой неприятной ситуации, что вы не можете попасть к ключу, обратите внимание, багажник открылся обратно. То есть система на данный момент распознала ключ и не позволила багажнику закрыться. И если я подойду к двери, дверь, естественно, так как у меня нет с собой ключа, она не распознает присутствие ключа рядом с ручкой, естественно, не откроется. Тогда я вспомню про свой ключ и опять открою багажник. Но случилось буквально два дня назад следующая ситуация. Я положил свой ключ вот так вот. И как ни странно, до сих пор непонятным для меня причинам, в итоге багажник закрылся. И я не смог открыть дверь. Друзья мне отправили ключ с другого конца города Москвы. Машина добиралась на такси три часа. В итоге я кое-как уехал. И еще надо же, на втором ключе села батарейка. И мне пришлось открывать дверь при помощи личинки. Срабатывала сигнализация. Люди смотрели на меня как на идиота. Я приказывал к иммобилайзеру рулевой колонки. И в итоге получал доступ к своему автомобилю. На самом деле есть уже данная проблема на автомобилях. И завод-производитель выписывает так называемые рекомендации. Суть которых заключается, что если такая проблема случается, то нужно обновить так называемый модуль КВМ. Это модуль без ключевого доступа. Еще раз хочу сказать, что это модуль относится к системе security. То есть это охранная система. И мало кто даже из профильных сервисов сможет это сделать компетентно вам. И может случиться такая ситуация, что даже в условиях дилера и современной диагностической системы этот модуль КВМ может просто отъехать. И таким образом вы вообще не получите доступ к вашему автомобилю. Ни при каких условиях. И вам придется покупать модуль КВМ и заново прописывать ключи. В общем, вывод из этой ситуации такой. Если у вас есть такая привычка, и вы надеетесь на срабатывание вот этой системы, на которой надеялся я, что если вы оставите свой ключ вот здесь, и у вас багажник не закроется, то знайте, система имеет баги и может дать сбой. И вот буквально прошло два дня, и как видите, она работает. Я ничего не перепрограммировал. И в принципе ничего перепрограммировать не буду. Я просто буду внимателен и буду стараться вот этот ключ всегда держать при себе. И не попадать в такие ситуации. Это единственный вывод, который я сделаю для себя. Ну и второй вывод, который вам надо сделать. Помните, где находится у вас второй ключ. И периодически на запасном ключе тоже меняйте батарейку. Иначе в условиях зимы вам придется ковыряться, прикладывать к иммобилайзеру. В общем, иметь еще дополнительные проблемы. То есть помните про второй ключ. Ну что ж, подведем итог. На самом деле, такая ситуация, которая случилась со мной, она имеет решение. Которое требует перепрограммирования модуля КВМ. И это можно сделать. Но даже при условии, что у вас будет современное и правильное диагностическое оборудование, и вы будете это делать в условиях дилерского центра, может возникнуть ситуация, что ваш модуль КВМ может отъехать. И тогда вы потеряете доступ всех своих ключей к своему автомобилю. Поэтому мой вывод простой. Старайтесь не оставлять ключ в багажнике, потому что может случиться такой сбой программного обеспечения, и ваша машина не откроет вам багажник. И всегда помните, где у вас запасной ключ и вставлена ли в нем свежая батарейка. Надеюсь, информация была полезная. Подписывайтесь на наш канал. Кстати, если у кого-то были подобные случаи, и его ключ оставался запертым в багажнике, и багажник ему не открывался, напишите об этом в комментарии. Какой у вас был автомобиль? Какие были обстоятельства? Нам всем это будет очень интересно. Желаю всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!